В начале 20 века в Самаре появилось уникальное здание в мавританском стиле – хоральная синагога. На тот момент она могла сравниться красотой лишь с синагогой в северной столице. В городе на Средней Волге строительство пришлось на экономический бум, когда в Самаре промышляли хлеботорговли и строили железную дорогу. На возведение места для молитвы ушло 50 тысяч рублей, для сравнения даже на уникальный особняк Курлино в стиле модерна ушло 16 тысяч. Спонсорами постройки выступили еврейские купцы. Однако своему прямому назначению здание прослужило недолго – лишь до 1928 года. Позже здесь располагались дворец культуры и хлебозавод. Сейчас, спустя десятки лет, в Самаре принялись исправлять ошибки. Проведены работы, самое главное, по демонтажу и приведению в первоначальный вид самого здания, каркаса здания. То есть был демонтирован пристрой, который появился в советские годы. Восстановлен первоначальный вид стен за этим пристроем, восстановлена кладка, которая получила серьезное разрушение в связи с тем, что хлебозавод – это достаточно сложное техническое предприятие. Здание Охаральной синагоги – это не только религиозное пристанище для еврейской общины, которое насчитывает несколько тысяч человек. Это еще и визитная карточка города – памятник архитектуры. Помимо реконструкции самого здания, важно позаботиться и о территории вокруг. Памятник архитектуры не может жить вне среды. То есть если мы отреставрировали синагогу, рядом ветхие дома, то он не раскроется. Мы должны принять меры к тому, чтобы реновировать окружающий застройку, подтянуть до этого уровня, создать среду, в которой комфортно жить, гулять и отдыхать. Десятки исторических зданий снова введены в культурный и, по сути, гражданский оборот. То есть это те места, вокруг которых самарские жители всегда отличались своей креативностью, они отличались все-таки свободой и нравов. Привести в порядок синагогу строители рассчитывают к 2023 году, когда Самарской синагоге исполнится 115 лет.